Наконец, выпал тот редкий случай, когда я могу выступить в качестве эксперта. Так, посмотрим. Только вы с вашей проницательностью. Александр, вы моя последняя надежда. Вот так. Так, три ночи не смыкала глаз, но так ничего и не добилась. Пишут, уважают. Ой, а из-за чего весь сыр борта? Вы будете смеяться. Из-за тайн Версальского зама. Уникальный случай, когда второе пришествие замечательной игрушки стало сенсацией. Более чем скромные системные требования, невыразительная по нынешним меркам графика, но сюжет. Что лишний раз подтверждает дело не в красоте, а в идее. Спешим успокоить тех, кто купил пиратскую версию Тайн Версальского замка. Это старый добрый Версаль 1685 от компании Краев. Но поскольку в свое время мы эту игрушку пропустили, то сейчас наверстываем упущенное, параллельно давая советы по прохождению. Итак, игра представляет собой симбиоз квеста и энциклопедии. Причем энциклопедии превосходно иллюстрированной, подробной и, безусловно, полезной. В этой игре действуют реальные исторические персонажи. В том числе и я. Ну, чем я? Нереальный. И неисторический. По-моему, очень даже, да? Ну так вот, да. Вся интрига разворачивается вокруг пропавших эскизов главного художника Версаля. Что вы с художником с этим? Можно вообще не разговаривать. А вот с маркизом, который попросит вас показать эскизы, надо разговаривать. И очень нежливо. Чай не на дискотеке. Игра поражает великолепной атмосферой. Вы действительно ощущаете себя участником событий. Ни в коем случае не идите на конфронтацию, это не приветствуется. И еще. Если вы наивно полагаете, что в этой игре невозможно погибнуть, увы, увы, записывайтесь почаще. Кроме того, очень важна последовательность, в которой вы совершаете действия. От этого зависит не только время, которое вы потратите на прохождение эпизода, но и результат. Вы можете играть три часа и выяснить, что пошли не туда в самом начале. Все как в жизни. Некоторые обитатели Версаля сетуют, что поднеся лист бумаги к свече, они ничего не видят. Так вот, еще раз и внимательно. Вот чернильница, вот лист бумаги. Опрокидывайте чернильницу. Испачкали лист. Все, отложили его на время. Потому что нужный вам лист находится в сундуке. А сундук, где ключи, спрашивают, особо нетерпеливые. Так вот, сундук открывается ножницами, и уже только из него достается необходимая вам бумага, которая подносится к свече, и появляется надпись. Шучу. Вот. И именно эта надпись пригодится вам, когда вы будете разгадывать шифр. Системные требования. Pentium 100, 16 мегабайт памяти.